МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости губернии в студии Алена Власова. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах. На 12 лет в будущее стратегию развития Тольятти до 2030 года сегодня обсуждали в технопарке Жигулевская долина. Как сохранить в городе кадры, улучшить экологию и комфорт жизни о перспективных проектах из первых уст. В Тольятти прошла августовская педагогическая конференция. За какими технологиями будущее, какие специальности востребованы на рынке труда и когда регион перейдет на пятидневную образовательную неделю в школах? Расскажем. Решили квартирный вопрос для пернатых. Юные натуралисты в мастерских на колесах построили дома для птиц. Зеленый и благоустроенный центр науки и инновации таким видят Тольятти через 12 лет его жителям. Сегодня в технопарке Жигулевская долина прошла сессия, посвященная разработке стратегии развития города вплоть до 2030 года. Своим видением будущего автограда делились горожане в федеральные и региональные эксперты. Какие проекты станут реальностью уже в ближайшие годы, расскажет Георгий Федоров. Разработка стратегии развития Тольятти началась с опроса горожан. Специалисты собрали более 75 тысяч ответов. Большинство жителей волнуют темы экологии, городской среды, инфраструктуры, наличие рабочих мест. Глава региона, открывая сессию, отметил, что сейчас в Тольятти оказывается большая поддержка как на региональном, так и на федеральном уровнях. Достигнута договоренность о строительстве моста через Волгу. Разрабатывается проект скоростного ЖД-сообщения с областным центром. С начала года создано 5 тысяч новых рабочих мест. Число вакансий выросло более чем в два раза. Главным потенциалом города Дмитрий Азаров назвал жителей. Это энергичные, талантливые, профессиональные люди, которые живут в Тольятти, трудятся, растят своих детей и связывают свое будущее с родным городом. Мы, конечно, должны создать условия реализации потенциала каждого жителя Тольятти. Разработкой стратегии развития совместно с горожанами администрации Тольятти и экспертами занимаются ученые президентской академии Ранхикс. Они уверены, Автоград способен стать мощным центром науки и инноваций. В указе президента от 7 мая речь шла о создании международных научно-исследовательских, крупнейших научно-исследовательских центров. Мы считаем, что один из подобных инновационных центров как раз может быть создан в Тольятти. И это станет, как сейчас принято, модно говорить, четвертым рождением Тольятти. Большим шагом к достижению цели стало присвоение Жигулевской долине статуса регионального оператора фонда Сколково. Это позволит резидентам технопарка получать дополнительную поддержку, перенимать успешный бизнес-опыт, использовать передовые инновационные разработки, создавать новые рабочие места. Договоренность была достигнута на полях международного экономического форума между Дмитрием Азаровым и президентом фонда Виктором Виксельбергом. Большой блок стратегии посвящен развитию здравоохранения. Сейчас в Тольятти уже строятся детские и взрослые поликлиники. Запланировано создание регионального сосудистого центра. При реализации федерального проекта борьба с онкологическими заболеваниями уже предусмотрено около 700 миллионов рублей на переоснащение онкологической службы Тольяттинской городской клинической больницы номер 5. Кроме того, нами подана заявка на включение в проект строительства онкологического корпуса на базе больницы на 300 коек и на 500 посещений в смену. Ориентировочная стоимость около 2,5 миллиардов рублей. Эти мероприятия должны повысить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи населению Тольятти. Масштабные задачи стоят по ремонту, реконструкции магистралей. К настоящему моменту в Автограде в нормативное состояние приведены около половины дорог. Через 6 лет таких должно быть 85%, а к 2030-му проблемных трасс по проекту не останется вовсе. В ближайшие годы будут построены новые детские сады. Уже сегодня подписали соглашение по строительству детских садов в 16-м, 20-м и микрорайоне Калина в кварталах. И микрорайоне Жигулевское море, что позволит создать дополнительно 835 мест. Рассматривали предложения по решению экологической проблемы. Они, в частности, касаются озеленения города, модернизации оборудования промышленных предприятий. Подробно все разделы стратегии обсудили на секциях. В основу долгосрочной стратегии развития города лягут лучшие разработки. Георгий Федоров, Андрей Авдеев, Новости губернии. Учеба будущего в Тольятти в рамках традиционной августовской педагогической конференции обсудили модернизацию образовательной системы региона. Сотни педагогов, родители и даже ученики все вместе решали, что нужно каждому для развития в этой сфере. Что уже сделано, что только предстоит, подробности в сюжете Анастасии Зубаревой. Будущее за детьми. Сразу два нацпроекта образования и демография президент России Владимир Путин обозначил как ключевые. Совершенствовать нужно как система обучения, она должна быть непрерывной с ранних лет, так и условия, в которых дети будут развиваться. Система дополнительного образования, система поддержки юных талантов, технопарки для детей – это то, что в 63-м регионе уже есть. У области большой потенциал для того, чтобы стать лидером страны в сфере образования. Именно воспитание подрастающего поколения определяет, каким будет лицо нашего общества. Человеческий ресурс главный, ресурс любого государства. Сегодня мы, по-моему, отчетливо понимаем это и видим, что основная конкуренция между городами, регионами, государствами, она именно в этой сфере. Чтобы стать лучшими, нужно поддержать те наработки, которые уже есть, и справиться с существующими проблемами. Нехватка мест в детских садах – проблема, с которой одно время почти справились, появилась снова. В ближайшие два года за счет строительства новых объектов и введения в эксплуатацию старых появится 5000 дополнительных мест. Прибавление ждет и школы, и уже в этом сентябре свои двери откроет одна новая. Родители – еще один важный участник образовательного процесса. Существующие методы работы с ними эффективны, но взаимодействие надо усиливать. В сопровождении детей работа по раскрытию их талантов должна начинаться с дошкольного возраста, до поступления ребенка в ВУЗ. Уже сейчас в Самарской области действуют проекты, где все ступени образования работают вместе. Яркий пример – в северо-западном образовательном округе у юных техников появилась возможность развивать свои таланты. Участники программы объединили имеющиеся ресурсы – материальные, финансовые, кадровые ресурсы, ресурсы организационные и развивают детское техническое творчество в муниципальных образованиях округа. Было создано четыре новые площадки для занятий робототехникой, были проведены масштабные мероприятия. Принципиально важный вопрос – профориентация детей. Начинать нужно еще до школы. Акцент на системе среднеспециального образования. В ближайшие годы планируют запустить проект «Билет в будущее». Ученики старших классов не просто пройдут профориентацию, они смогут попробовать своими руками 4-5 профессий, чтобы понять, какая подходит именно им. Кроме того, в старших классах ведут специальные курсы по бизнесу. На базе колледжей появятся центры так называемой опережающей профподготовки. На них деньги из федерального бюджета, распределение средств будет на конкурсной основе, так что с СУЗом придется многое усовершенствовать. Уже сейчас колледжи и профессиональные училища вызывают все больше интерес у выпускников. Свой выбор в пользу среднеспециального образования сделал и победитель пятого национального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Фрезерная работа» Михаил Воронцов. Говорит, не пожалел. Специальность мне заинтересовала моими техническими навыками, математическими расчетами и востребованность на рабочем рынке. Эту награду я заслужил с помощью многочисленных тренировок и своих наставников, которые готовили меня целыми днями. В ближайшее время появится концепция обучения в так называемой цифровой школе. На нее будут разыгрываться денежные гранты. Информатизация уже захватила среднее образование. Цифровые технологии – один из факторов, который поможет перейти на пятидневную учебную неделю. Задачу поставила глава региона, но торопиться нельзя. Нам надо сделать все продуманно. Нам надо смотреть в соответствии с образовательным планом, конечно же. Нам надо думать о том, чтобы педагоги в зарплате не потеряли. Нам обо всем об этом надо думать. Нет задачи, вот я не ставил задачу так, что все, до 1 сентября внедрить. Внедрить. Задачи так не стоит. Давайте мы подойдем к этому очень и очень продуманно, взвешенно. Развитие образовательной системы зависит не только от решений, которые принимают взрослые. Активных действий ждут и от юных граждан. Уже этой осенью впервые в Самаре состоится ученический референдум на совсем не детскую тему, как обустроить Самарскую область. Ну а сегодня самых энергичных и результативных педагогов региона наградили почетными грамотами и благодарностями от губернатора. Лучшие работники отрасли получили почетные звания. Анастасия Зубарева, Александр Каракулько, Новости губернии, Тольятти. За многолетний труд во благо региона в Чапаевске почетными грамотами наградили заслуженных сотрудников различных предприятий, общественников и активистов в рамках проекта «Самарская область. Наш дом». Для тех, кто посвятил жизнь и развитию губернии, выступили творческие коллективы Академического театра оперы и балета. Далее расскажет Владимир Маркин. Людмила Ивановна Монахова всю жизнь посвятила химической промышленности. В этой отрасли она работала почти 50 лет. Это не просто любимая профессия, а призвание, признается пенсионерка. Ее вклад в развитие производства Чапаевской Самарской области огромен. Я после окончания техникума нашего, Чапаевского, 47 лет, как пришла в производство в одну мастерской, в одном цехе. Она сейчас в этой профессии нужна другому. Проект «Самарская область. Наш дом» объединил тех, кто неравнодушен к процветанию региона. Активисты, общественники, представители различных организаций и промышленных предприятий. Многолетний труд и заслуженные награды. Жителей Чапаевска и Безенчукского района поздравили от имени руководителя области Дмитрия Азарова и вручили почетные грамоты. Искренне благодарю вас за постоянную заботу о нашем общем доме в Самарской области, за вашу активную гражданскую позицию, ответственность за настоящее и будущее родного края. Вместе мы сумеем найти оптимальные решения, позволяющие выполнить все задачи, которые ставят перед нами граждане. Планы и задачи, которые должны воплотиться в жизнь, чтобы вывести Самарскую область в лидеры. Поддержка и взаимодействие, участие в проектах по развитию городской и региональной индустрии. Цели, способные объединить малые города для развития губернии. Сегодня у нас с вами есть такая яркая возможность еще раз сказать друг другу спасибо за те добрые дела, которые мы делаем во благо Самарской области, во благо наших муниципальных образований. Огромное вам спасибо. Ярким подарком для жителей Чапаевска и Безенчукского района стало выступление артистов Самарского академического театра оперы и балета, творческих и танцевальных коллективов. Владимир Маркин, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Чапаевск. Десятки тысяч квадратных метров асфальта укладывают за ночь дорожные строители в Самаре. По федеральной программе безопасные и качественные дороги в городе продолжается ремонт автотрасс. Больше половины из них уже приведены в порядок. Участки отбираются на основе рекомендаций ГАИ, общественных организаций и жителей областного центра. Кто и каким образом проверяет качество работ в нашем материале. Их рабочий день начинается с наступлением ночи. Дорожные строители заканчивают ремонт еще одного участка улицы Свободы в Самаре. Новый асфальт появился на отрезке от улицы 22-го портсъезда до Георгия Ратнера. В контроле работ ведет МБУ дорожное хозяйство. Контролируется каждый этап работ от фрезерования до укладки. После того, как смесь уложена, происходит отбор проб асфальта бетона. Испытывается уплотнение и проверяется толщина уложенного слоя. Общая площадь 3,5 тысячи квадратных метров. Работы идут по федеральной программе безопасные и качественные дороги. Ремонт начался 10 августа, завершится в конце недели. За последним этапом внимательно наблюдают студенты. Они живут в общежитии рядом. Многие из них уже водители со стажем. Дорога будет ровнее. Можно не переживать за гоночки всякие. Я оцениваю ремонт дороги в Самаре. В общем, неплохо. Стараются ребята. Пускай так и дальше стараются. В этом году по программе безопасные и качественные дороги в Самаре выполнено уже 70% работ. Всего в плане 38 улиц. Их отремонтируют до конца сентября. Руслан Шарипов, Сергей Костин. Новости губернии. Мода на деревянное зодчество возвращается. Самар за своими руками. Создают арт-объекты, мастерят резные лавочки и выбирают, какие именно предметы должны украсить их придомовую территорию. Это проект «Твой конструктор двора». Жителями Октябрьского района, которые не упустили шанс поучаствовать в благоустройстве, пообщалась Татьяна Пудова. Эта детская площадка на улице Ялтинской 4 популярна среди молодых семей. Маленькая Даша со своей мамой проводит здесь большую часть времени. Мечтает, чтобы на игровой площадке было интересно и детям, и взрослым. У меня, например, старше ему 5. Ему же не интересно здесь. Он как-то более активно двигается. Ему хочется что-то интересное, что-то, я не знаю, что-то новое. Во дворе всего одни качели, поэтому после благоустройства жители хотели бы, чтобы их стало больше и появились скамейки. На него акцентирует внимание, кстати говоря. Очень удобное и положение удобное. И это далеко не все, что можно сделать, получив финансирование по проекту «Твой конструктор двора». Вы теперь в маленьком своем пространстве можете сделать то, что хотите, и своими руками. Поэтому жители проявляют активность, много задают вопросов, приходится помимо встреч еще встречаться с жителями. О деталях проекта жителям рассказал депутат Самарской думы. Он отметил, что «Твой конструктор двора» – это реальный шанс создать уютный уголок, в котором будет комфортно и детям, и взрослым. Смотрим, какие самые последние моменты есть в благоустройстве дворов по России и подаем такие заявки. Сейчас близится уже конец, скоро голосование 9 сентября за общественные территории, за свои дворы. И наиболее активные дворы выиграют в этой программе. Чтобы принять участие в проекте, создается инициативная группа, которая займется планированием и согласованием благоустройства территории. Оформить документы помогут районные власти. Татьяна Пудова, Алексей Гриднев, Новости губерния. «Оранжевый скворечник» – это не просто яркое название регионального проекта по охране окружающей среды, а еще и передвижная станция. В ней есть все необходимое для создания дома и кормушки для пернатых. Сделать их своими руками на этот раз предложили отдыхающим в одном из детских лагерей Самары. Как прошел урок доброты на свежем воздухе, чему научились юные натуралисты, наши корреспонденты все узнали и готовы рассказать. К делу подходят более чем серьезно. Сразу после мастер-класса берут в руки инструменты и самостоятельно собирают птичьи квартиры. Незамысловатые домики развешивают по территории детского лагеря. Присматривать за тем, чтобы кормушки не пустовали, дети будут сами. Это хорошо, мы помогаем природе. Это, можно сказать, нужно каждому человеку это сделать, попробовать. Ради этого урока доброты организатор Николай Страшнов разработал образовательную программу. Проект «Оранжевый скворечник» поддержал фонд президентских грантов и был реализован при поддержке главы региона. Дети не только мастерят, но и узнают, как помочь природе с помощью познавательных историй, мультфильмов, фотографий и рисунков. Нужно представить себя насекомым, птичкой или животным, и нарисовать это. Я послала себе больше коровку, так как мне она нравится. Эти детские рисунки попадут в книгу с одноименным названием проекта «Оранжевый скворечник». Она будет посвящена насекомым и выйдет уже через полтора месяца. Другие издания посвятят животным, птицам и растениям. Наш проект, он как раз способствует сохранению природы в городской среде. Ребята начинают ответственно относиться к кормлению птиц. Потому что, когда они своими руками что-то делают, они вкладывают в эту душу. И они считают, что они уже обязаны следить за природой. Организаторы проекта не сомневаются, с такими помощниками птицы будут сыта, а природа под защитой. Передвижной центр будет курсировать по всей области. Автобус прокается по детским оздоровительным лагерям региона, а также паркам и скверам областной столицы. Смотрите, мы с вами сделали синючек, скворечек. Татьяна Пудова, Сергей Костин, Новости губернии. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла оставить без внимания в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». 19 августа на стадионе «Самара-Арена» в рамках четвертого тура российской премьер-лиги состоится матч между самарскими крыльями советов и московским локомотивом. В связи с этим в городе ведут временные ограничения движения транспорта. С 14.00 до 22.00 проезд будет закрыт на улицах Дальняя, Арена 20.18, Первая стадионная с 6 по 11 проезды, а также дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Кроме того, будет введен запрет и на парковку транспортных средств. Игра начнется в 17.30. В выходные улицы Кубышева в Самаре снова станет пешеходной. Как всегда, для жителей и гостей областной столицы подготовлена насыщенная развлекательная программа. В 16.00 Самарский областной художественный музей представит проект «Музейный скетч», в рамках которого посетители смогут узнать об истории, декоративном оформлении интерьеров и экспонатов музея. Будет организованная библиотечная зона, где пройдет аудиовикторина по сказкам, интерактивные площадки, мастер-классы, выступления музыкантов, танцы и шоу-барабанов. Все для того, чтобы провести нескучные выходные. Под Тольятти в детском оздоровительном лагере «Электроник» открылся форум созвездия IQ «Самарский наноград». В 10 дней 170 школьников из 8 регионов России под руководством 100 преподавателей будут разбираться в наукоемком производстве и естественных науках. Задания будут включать бизнес-кейсы реальных компаний Самарской области. Сложную образовательную программу разбавят мастер-классы, экскурсии и творческие задания. В Самаре второй раз состоится марафон на Кубок главы города. На 6 дистанций выйдут около 3000 спортсменов и любителей из 41 региона России и 13 стран. Маршрут будет проходить по историческому центру, площадь Куйбышева, Драматический театр, набережная Волги, Самарский цирк. В этом году трасса получила международную аккредитацию. Все рекорды на ней зафиксируют официально. Также по итогам забега будут присвоены спортивные разряды. К участию приглашаются все желающие, а те, кто сомневается в своих силах, могут разделить марафонскую дистанцию на двоих. Для детей до 10 лет будет устроен отдельный забег на 600 метров. Поборются за победу 300 ребят. Старт в воскресенье, 19 августа, в 8.30 утра. Вот этот марафон – это самый главный, так сказать, наш турнир по бегу. Этот марафон, я так думаю, все-таки он поднимает статус именно спортивного города Самары. Потому что столько у нас, еще раз повторяю, проводится соревнований по бегу. И именно массовых соревнований, где могут участвовать не спортсмены, не только спортсмены, но и простые жители, дети, вот как вот сегодня. Германия, Южная Корея, Люксембург, Бразилия и не только. В Самару на чемпионат мира по плаванию среди военных спортсменов прибыли атлеты, наблюдатели и эксперты из 18 стран. За полувековую историю состязаний впервые их принимает Россия. Почему именно в нашем городе проходят соревнования такого масштаба, чем удивляли гостей на торжественном открытии, знает Дарья Зотова. Парад вертолетов, фигуры высшего пилотажа и прыжки с парашютом прямо в амфитеатре на площади Славы. Такой Самара встретил делегатов из 18 стран мира, которые приехали на 50-й чемпионат СИЗМ по плаванию. Россия впервые стала площадкой для его проведения. Самару городом-организатором выбрали не случайно. Самара очень, как город, за последнее время очень подготовилась к проведению таких больших мероприятий. Недавно прошел чемпионат мира по футболу, поэтому вся инструктура готова. Но еще учитывая, что материальная база вооруженных сил на сегодняшний момент здесь одна из самых лучших. Всего участников более 200, все они военные спортсмены. За медали будут бороться представители 14 команд. Франция, Китай, Польша, Чили, Южная Корея, Россия. Здесь половина тех самых ребят, с которыми на гражданке выступаем, на чемпионатах на всех Европе и мира. Поэтому все друг друга знаем, и наоборот, все друг друга рады видеть всегда. Россию будут представлять 17 спортсменов, 10 мужчин и 7 женщин. Среди них призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также победители всемирных военных игр. Это мои вторые соревнования. До этого я была в Корее в 2015 году. Я в восторге, я знаю, что уровень очень высокий. Русские спортсмены хороши, я думаю, что они лучшие, честно, лучшие по сравнению с другими. Я надеюсь насладиться и сделать все, что в моих силах. Это большая честь быть здесь. Мои ожидания от этих соревнований – пробиться в финал, ну и, конечно же, победить Россию, потому что тут самые лучшие пловцы. Чемпионат будет проходить 4 дня. В течение них будут разыграны почти 60 комплектов наград. Торжественная церемония закрытия состоится 22 августа. Дарья Зотова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте губерниатв.ру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова